Приветствую всех на своем канале. С вами Калина Любимова. Веду съемку 18 апреля. Муж уже начал готовить грядки для посева. Добавлять компост, рыхлить, ровнять. А сейчас, как он говорит, штырит вилами чеснок. А я в это время пробегусь по основным волнующим местам дачи. Что изменилось за неделю? Это инфо для тех, кто смотрит все мои фильмы. Сегодня я наконец открыла все укрытия с роз, ежевики, винограда. Кустовые розы поднимаются сами, плетистые я подвязала. Виноград подвязала, а вот ежевику только встряхнула слегка приподняв. Она еще полежит и приподнимется сама сколько сможет за неделю. Вертикальную подвязку я сделаю ей в следующий приезд. И обязательно нужно сделать весеннюю обрезку ежевики. Я не успела в прошлый выходной. Нужно вырезать лишние стебли и поломанные. Она хорошо перезимовала и перенесла весенние яркие дни, прикрытые укрытым материалом. Клубничка оживает после зимы. Ей помогает распор подкормки. Он есть в прошлом фильме «Верный способ получить урожай клубники». Все растения прекрасно выглядят. Листочки свежие, зеленые. Эта клубничка посажена усами осенью. А вот эта взрослая набирает силы. Кто-то заметил по предыдущим фильмам, что мои грядки закрыты рубероидом. Грядки закрыты с осени. Это метод зимового посева. Особенностью такого посева является то, что весной синцы получаются гораздо более выносливыми к низким температурам, к заморозкам и различным болезням. И, конечно, намного быстрее готовы к употреблению. Сею в зиму петрушку, шпинат, редиску, салат листовой, морковку, кинзу, сажаю чеснок. Но все это на 0,5 сантиметров глубже, чем обычно весной. Не выносят мороза руккола и базилик. Рукколу я сею семенами весной, а базилик немного позже рассадой, чтобы получить пораньше урожай. Это я перечислила те растения, что сею я. Конечно, это не все растения, которые можно сеять в зиму. Посеянные травки и овощи закрываю рубероидом и оставляю до весны. Можно просто хорошо замульчировать. Весной я убираю рубероид. Все растения уже дали дружные всходы. Мужчины возвращают трубы капельного полива. В апреле у нас еще холодно, поэтому я устанавливаю дуги, чтобы закрыть парничками. Эти же дуги использовались для укрытия ежевики в зиму. Закрываю сшитыми из лутросила парничками. Все прекрасно. Весеннее время освобождается от посева и я уже знаю, что все растет. Но погода бывает непредсказуемая. В прошлом году период слякоти растянулся на длительное время, поэтому был риск слишком раннего всхода семян, которые погибли бы при первом же заморозке. Я посадила только чеснок и то рискуя его потерять. Поэтому сейчас всю зелень буду сеять весной. Итак, беру узкую рейку по ширине грядок и делаю бороздки. Конечно, на глазок, но стараюсь выдержать равное расстояние между бороздками. Ну, хочется, чтобы было красиво. Бороздки делаю глубиной 4-6 сантиметров. Бороздки нужны, чтобы был ровный посев, чтобы пролить водой перед посевом. Не делаю глубокие, потому что когда растения подрастут, их можно будет окончить. Расстояние между рядами 15-20 сантиметров. В этом году я решила применить для полива почвы раствор, который я уже использовала для опрыскивания клубники в начале марта весной, но с небольшим изменением. Пока я не применяю свои любимые препараты, раствор ферментированной травы, байкал М1, еще холодно, и эти препараты работать не будут. Исходя из свойств препаратов, используемых в этом растворе, думаю, рано весной это то, что нужно. На 9 литров теплой воды 2 грамма марганцовки, 1 грамм борной кислоты, ложку йода и литр остушенного раствора золы, то есть стакан золы на литр кипятка. Напомню полезные свойства компонентов раствора. Зола, обогащая почву, одновременно улучшает ее, снижает кислотность, создаются благоприятные условия для развития полезной микрофлоры, не содержит хлора, правда в ней нет азота, он улетучивается при сжигании дров. Наличие борной кислоты в растворе будет стимулировать прорастание семян, но не забывайте, бор разводится в горячей воде. Марганец, в нашем случае, обеззараживает почву, уничтожает вредителей, йод обладает антиогрибковыми, бактерицидными, дезинфицирующими свойствами, укрепляет иммунную систему растений и выступает активатором роста. Думаю, все эти свойства нужны почве и семенам для прорастания. Итак, навожу раствор. Хорошо проливаю готовым раствором по ростке. Ну а потом беру пакетики с семенами и раскладываю их по грядкам, так, чтобы знать, какие растения по цвету больше подходят к той или иной грядке. Комбинирую их по цвету и ассортименту, как мне захочется. Сею семена обычным способом. Стараюсь сразу не загущать, не люблю прореживать. Ну а затем присыпаю смесью песка с перегноем и не поливаю для того, чтобы на поверхности не образовалась корка. На этом этапе важно понимать, каким слоем засыпать семена, то есть знать глубину заделки семян. Чем мельче семена, тем на меньшую глубину нужно их сеять. Ну, к примеру, глубина заделки семян салата листового всего 0,5 см. При глубокой заделке эти мелкие семена вполне окажутся не в силах пробиться на поверхность, может не хватить запасов питательных веществ. Но также гибель может еще произойти из-за недостатка воздуха в глубоких слоях почвы. Но и мелко сеять тоже плохо. Верхний слой почвы быстро пересыхает. Семена, не найдя влаги, могут вообще не взойти. Или взойти и засохнуть. То есть я беру смесь песка с перегноем, присыпаю и прижимаю, чтобы не было пустот вокруг семечка, чтобы так быстро не высохла земля и присыпка, чтобы была влажной. Вот и все. Но, чтобы ускорить всхожесть семян в холодные дни, накрываю сшитыми из укрунового материала парничками, о чем я говорила раньше в первом способе посева. Но, правда, не успела их усовершенствовать. Нужно было закупить трубы из нержавейки. А идея такая. Две трубы размером по длине грядки вставляются в подшивку низа нетканного материала по двум сторонам. Парник накрывает дуги. Трубы ложатся вдоль грядки. Они придают тяжесть краю парника и четкость формы. А торцы закладываются складками по форме и высоте дуги. И часть складок прошивается понизу. Лишнее все обрезается. И свободные углы закрепляются на ленте липучки. Ну, не знаю, насколько понятно я вам рассказала. Кто немного разбирается в крое, может воплотить эту идею. Ну, а я усовершенствую ее к следующему сезону. А пока край прижат арматурой сверху. Конечно, внутрь можно и арматуру вставить, но она, как видите, ржавеет. Ну, вот еще одно дело сделано. Ждем сходов. А как подкормить растения в процессе роста, не используя химию, об этом я расскажу в следующих фильмах. До новых встреч на канале! Субтитры сделал DimaTorzok